Я не со всеми с Вами знакома, поэтому чуть-чуть расскажу про себя для 3 минуты. Еще 3 минуты расскажу, что я буду делать. Сделала этот розовый для того, чтобы сузить круг и то, о чем мы будем говорить. А после этого очень слышно, что часто слушают новую женщину, даже если она сделала тысячи, в одну сайсинге взял различный, но сузить круг, потому что я смогу выступать коучу, и это может помогать Вам в решении ситуации. Давайте, правда, сделаем полезное мероприятие, в котором можно сделать что-то для себя вывести. У меня у всех есть какие-то вопросы. Если я смогу эту полночку, то будет полезно. Если бы у вас был у нас, который толкал с Вами, где вы не сможете, попробовала его найти, ему бы это приходило чуть-чуть всем. Они собираются под названием везде? Может, он пройдет? Ну, это как бы было заявлено, если... Правильно, закрой меня, чтобы уже никто не приходил. Собственно, меня зовут Маша, мне еще не 34, как в среднем возрасте. Но я близка к этому возрасту и до сих пор не знаю, кем начать это работать. Что я умею, что делаю? Я последние 10 лет работала артилектором в разных клубах, являясь директором цикальной группы, которая достаточно быстро принялась в очень хорошем уровне. Я поработала директором в ресторане. Я работаю учаром для тренда. Учар, ну, работаю с персоналом. И я очень полноценно могу. То есть, преимущественно не в самой рекламе, там не надо это сделать, тем лучшее, и за все имя, просто не могу. Поэтому давайте говорить именно об этом. Надо брать стук и садиться в шкуру. Вот. Прямо оборот. Вот. Собственно, о чем я тут предлагаю поговорить? То есть, я, в принципе, всегда говорю вам такую историю. Я обещала чему-то и умею всего три вещи. Организовывать людей. Готовить и играть в реферансы. Вот. Поэтому предлагаю говорить про границовых путей. Ну, и немножко прерываю. Я, в не смысле, чуть меньше, чем суперкупсы. Но, ну, про него, понятно, прибавьтесь на симптоматике. Ну, вот. Я сейчас скажу еще по шведам педагогритикам. Я очень манила. Мне очень было стыдно. Спасибо большое. Что я на это привязалась. Я не обещала, что на час не столько строго. Это, по-моему, скет. Я думала, что это дурно, что это я. Ха-ха-ха! 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 Это про любовь. У тебя явный семинар. А ну про что? Оставь ее нам на память. Мы повесимые дома и будем. Клевое. Все просто. Ох, еще на этом. На открытии выстрел шоу. Ха-ха-ха! Потому что у меня с самого начала в расписании будет указано сейчас хлеб. Так вот. Ну, в общем, две входа. Первая входа такая. Собственно, по маркетингу хочу удалиться. Потому что меня эта история очень весит. А вот прям додро уже. А вот прям додро уже. И какой-то вот. Профессиональное обучение людей в сфере маленьких деток у нас не происходит. Это очень много книг, очень много людей которые про это рассказывают. Почему-то руки так холодные. Почему-то... Знаете, есть такое ощущение, что люди... Вот еще начну. В среднем пять-семь раз в неделю мне пишет какой-нибудь дебил со словами Клёпа-рекоси. Клёпа-допиши. Клёпа-расскажи. Клёпа-пожалуйста, по паблику. И так далее. Я в какой-то момент написала звук-допил, сначала всех нахуй с лаком, потому что бесен. А бесен, собственно говоря, не потому что они тратят время просто, чтобы сделать. А потому что то, что я деду, а не смысл. Приходит глупая начинающая группа, простите за взводный контекст, которая там сломала на четвертом городе пятьдесят пятьдесят. Сделала пару концертов себе дома. Они приходят и говорят, что хотят болеть с следующим временем концертов. И такой, а что вы сделали? Вы же рекламщик, вы не прорекламируете, а вы сыграли. Вы же охуенно не знали. Ну, логично. А вот, как бы, а что, как бы, с нас хочется в чужой у нас, как бы, не сделать? Потому что, в чём проблема? У людей, у большинства людей ужасное непонимание происходящего. У нас очень много сцен. У нас очень много, знаете, вот, если честно, пишут супер-правил для ролевых игр. Когда ты председаешь игру, нужно обязательно сказать, кто твой друг и прошла твоя игра, иначе тебя завтра уволят. Нужно вот очень много шаблонов, с которыми мы живем. Ну, ты знаешь, мне кажется, это вполне логично, сейчас тебе перебудут, что вот, я могу быть молодая клуба, мы тут сыграли, нам нужно развиваться дальше, ты же рекламщик. Что не так? Проблема вот в чём. Собственно, мы живем в вас в тех шаблонах, тратим кучу времени на все эти социальные сети, потому что понимаете, это крупная стоимость. Я, конкретно, Маша, нужна только при этом в другую лицу. И конкретно, Васе нужно, при этом в другую лицу. Если ты начинающая музыкальная группа, и организуешь свой концерт, и сам что-то организуешь свой день рождения. Если ты хочешь на тебя хотели люди, понравься людям. Но для этого нужно выступать, а для этого нужно быть рекламщиком. Все это у меня полное, абсолютнейшее полное. Для того, чтобы работать с рекламщиком, нужно, чтобы была целевая аудитория. Или аудитория, которая всех всех слушает в клейме. Или аудитория, которая хотя бы любит прачит и хочет дать к тебе на игру. Для того, чтобы к тебе люди пришли, ты должен их заинтересовать тремя из выбранных вещей. Первое. Сексом. Все вечеринки, концерты, тусовки и дни рождения происходят в массовой, большой группе лиц, только тогда, когда там кого-то хотят. Я не шучу. Я очень ценична, но серьезно. То есть, если ты молодая, красивая, суксуральная девочка, у которой там 20 поклонников, к тебе эти 20 поклонников придут на дни рождения. К тебе эти 20 поклонников придут на концерт, к тебе эти 20 поклонников придут. И рекламируйте. Не рекламируйте. Все это без висканал. То есть, в первую очередь, ты завлекаешь людей просто собственными персонами. Основная на социальном отношении. Если этого нет. Все. Каждый, когда ты говоришь. Собственно говоря, если ты никому не интересен, но хочешь, чтобы твое творчество куда-то двигалось, найди того, кто интересен. Возьми себе директора, который сексуальный. Я не шучу сейчас. Возьми себе музыканта, который сексуальный. Делаешь игру. Отлично. Ты, блядь, с мальчукой, и нахрен никому не нужен, еще и за умные делаешь классный сексуальный. Да все, кухо. Сделай. Возьми себе девочку. Я серьезно. Возьми себе девочку, которая будет организовывать процесс. Пускай. Ты делай умные вещи, классно. А можно понимать, что составление, собирание людей, это как бы... Понятно. То есть не можешь сам найти другу, как он интересен. Да. Потому что в противном случае, ты нахрен никому не сдашься, нахренасит уже людей. Ну ты же про секс начала говорить. Одином. Дай сколько у них человек. Да. Для тех, кто пришел. Мы сейчас разговариваем о том, как собирать людей на что-либо. У людей есть мнение, что можно заплатить за рекламу, и вау люди появляются. Нет, так не работает. Работает, как раз, на трех вещах. На трех китах. И первый кит – это секс. Да. Вот мы сейчас обсуждаем эту тему. Еще раз, да. Если вы хотите, чтобы на ваше день рождения пришло 100 человек, не будете сексуально классно клевывать. Если вы не сексуально классно клевывать, и так бывает, к сожалению, не сильно бывало, возьмите друга, который сексуально классно клевывать, и скажите, у меня день рождения, но Вася придет. Я не шучу. Собственно говоря, и на Вася стечется еще 20 девочек, которые очень хотят, и очень знают, что Вася не заняты. Вот. И с концертами то же самое. И с ролевыми. Второе. Массовое структурное радио, и массовая диапонетка. Кроме сексуальности, очень сильно работает влияние. То есть, я девочка Маша, если я еду в ролевую игру, и очень на нее хочу приедать, я способна, то лично я, способна вывести чек 150, не очень управляясь, правда, потому что у меня есть много друзей. А, собственно говоря, как сделал тысячу? Может, сделал классный ваш? Который почему-то в вас поверят? Не приедут. Ну все. Алифметь, вы же просто. Никакой рекламы, никакого агрессивного маркетинга, ничего остального. Вы просто берете людей, которые почему в вас уважают? У нас вопрос уважения подведем чуть-чуть. Собственно говоря. А это второе. Люди ходят на друзей. Или сейчас очень модно в рекламе брать какого-нибудь прекрасного этого ютубовского с прекрасным персонажем, которого берем подписчиков, чтобы он что-нибудь рассказал. Очень работает. Правда. Берете медийную личность, медийную и говорит, вау, это круто, я туда хожу. Это мой любимый ресторан, я там пью самое вкусное вино. Вот это. Это там моя любимая тусовка. Вот это моя подруга Маша. Вы знаете, какое-то вы мне спросили. Я. Яблочко. Вот. Собственно ровнее. Я к ней иду. Вот. Ура. Плюс 200 человек в мире. Да. Собственно говоря. Еще раз. То есть либо секс, либо медийные личности, либо... Вот это, собственно говоря, и про медийных личностей, и про про людей, плюс у нас есть. Либо сделать так, чтобы человеку почему-то там захотелось быть. Почему человеку может захотеться быть? Почему мы приехали в Рубико? Почему я приехала? У меня сюда привезла моя подруга. Подруга. Тебе сказали, что здесь лампово. Поподруга. Потому что здесь надо знать, как сказать. А это значит ощущение такого единения. То есть не просто получая незнакомых людей и все. А это возможность найти друзей, найти тусовку, найти компанию, и тебе везде будут рады. Я сейчас очень знаю, что скажу, про есть Рубико, держится на Ставру. Это да. Подтверждаю. Просто, как я уже говорила, есть такие медийные личности, которые очень любят людей. Собственно говоря, и Рубико это просто День рождения Ставра. Мы все сюда приехали и нам создали. Все сюда приехали, потому что Ставра либо позвал, либо мы его очень любим по каким-то причинам, либо он произвел какое-то уважение к нам лично, мы его восхитились, либо друзья-друзей поздали. Эта цепочка, она работает всегда, в процентах тридцессии, и у вас все равно дать не за сплостно. Но когда есть непознакомность, он да, он в круг. Вот. Собственно говоря, эту тему мы уже обсудили. Так все-таки третий, давайте попробуем найти вместе. Что же нас ведет в Донюс? У меня есть. Почему я приехала на Рубико в первый раз? Ну, как бы, есть некоторый фактор друзей, конечно. Но Рубико вообще любил создан как альтернатива нашему черноземному, ну, когда закрылась Украина, там, Чугов и все остальное, кто-то сказал, давайте будем делать, значит, для Черноземья, конметр. И вот эти святые люди тут все еще тянут. Это прекрасно. Потому что раньше вы ездили, на чугунок. Это как бы да. Ну, если бы им было пять, то почему бы пять примерно Рубико, да? Не знаю. Надо было сравнить эти пять. Ну, их не пять. Рубико нет. Ну, раньше я ездила на чугунок для того, как его закрыли. Близь. Наборые. Про друзей близкоудобные, и про это мы уже все обсудили. А на самом деле, кто бы чего не говорил, каждому человеку очень важно, чтобы его похолили, полелеяли, погладили, полюбили, чтобы вам было комфортно, чтобы его любили. Все не рады. На самом деле, в нашем веке IT-технологии так вообще. Из телефона голову поднимаешь, ой, как все не рады, и прочь не обратно. Процесс вот такой. И всегда оценилось, конечно же, уважение к тебе, любимому роду. Вот. Восхваление или безденье не работает при этом. Я вот хочу подчеркнуть, да, что для того, чтобы человек приехал, можно просто любить, уважать. Вот. Не нужно сказать что-то хорошее, но искренне. Если вы будете заниматься вот этой штамфовкой, там, э-гэ-гэ-эй, там рассылка на этих сообщений. Э-гэ-гэ-эй, Маша, ты такая охуенная, мы с тобой охуенная, и приезжаем вот сюда. Хуй они к вам поедут. Поедут только самые задроты, которые вот сегодня не дают, потому что совсем делаем нечего, вот это все. А вот. А так не работает. На Тартугу поедем. На Тартугу поедем мордами, все нормально. Пожалуйста, на МИС, на МИС, на МИС, на МИС, на МИС. Вот. Хоть и комментируйте. Вот еще один мотив, мордами есть. Вот. Швачный большой. Хороший мотив, но он не про производство чего-то. Мы сейчас про организацию мероприятия, потому что что-то у нас случилось и хорошо прошло. На Тартугу это поедем. Ну да, но там есть два мероприятия, которые позиционировались, как вы... Я все знаю про черный маркетинг, поверьте мне на собственном месте. Не-не-не. Можно организовать мероприятие, как товарищи, это будет мероприятие, на котором вы друг другу классно поедете морды. и все будут участвовать. Ну я не поедем. Гурт правильный. Нет, это тоже история про друзей, кто-то посмотрит. Кому кто? То есть принципы, почему некая группа элит собирается, там не только группы драки, там, я не знаю, общий секс, там, я не знаю, выпивка, подраться, поиграть в любимую мафию. Все, поэтому мы приедем, мы все сюда. Поиграть в любимый покер, там учиться от родов по покеру. Ну это все не важно. Ну это как бы много причин может быть. Тут важно, что друзья позволят. Мы сейчас как бы, ну, про верхушки. Так вот, еще раз, да, собственно, почему люди ходят на мероприятия? Люди. Концерты, мероприятия, дни рождения, рыбы. Три причина. Всего три. Все, что вы будете называть дальше, они все, про эти три вещи. Первое. Это секс. Вы кого-то хотите, он и будет. Серьезно. Есть очень много завидных девушек, завидных парней, которых все хотят и к которым очень хочется пообщаться. Нет, я конечно не такой, и пообщаться мне нужно просто так, но я все равно очень мудрая, что она так будет, или он так будет. Все, все понятно, да? Вот. Это работает лучше всего, да? То есть вот у вас есть, не знаю, сексуальная мелиса, которая охуенная, из которой вау, просто как бы с ней просто рядом находиться. Классно, как бы, ну конечно же, к ней еще приедет 20 друзей, потому что все хотят дружи с ней с вами. Вот. Собственно. Первая причина – секс. Вторая причина – массовое скопление друзей. Меня позвали на какое-то мероприятие. Чаще всего – «Эй, Юлька, мы сегодня с девками бухаем шампанское! Вот! Конечно! Что будет интересовать Юльку в этот момент? Да хер ей вообще на какое заведение, даже если вы очень важный директор ресторана, как бы и очень хотели, чтобы именно в вашем ресторане, да ей срать где на самом деле. Она что спросит делать? Как одеться, чтобы выглядеть хорошо и не стыдно было, да, собственно говоря? Когда ядеть? Она не будет спрашивать про ваше ёбанное меню, там, не знаю, про то, где вы будете сыпнуть, там, ой, нет, это там, вот этот вот притон, мне не очень интересно. Блин, девчонки собрались, конечно, я поеду, да. Вот, собственно говоря. То есть, секс, друзья и уважение. Вот. То есть, вас как-то очень сильно погладили. Это первый вариант. Вам нравится находиться. Это про секс, по-моему, про лазь. Вот, нет, 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 это не про секс, это про наше чувство важности. То есть, на самом деле, это история про то, как мы лазим в чувство важности в делах. То есть, если я понимаю, что водоконку я не еду, а на водоконку нет. Это очень просто, чтобы они на робин-коне меня не будут грызть, я не буду с этим троллигом, мне уже все едут в служении. Вот. Мне не надо будет там что-то как-то взаимодействовать. Я говорю, мне здесь рады, мне здесь классно, я могу валяться в сугробе, танцевать непонятно, пьянствовать. Мне классно, и люди мне рады, и все знают, да, это клёпо, она своя. Вот за это ощущение, она своя, я сюда иду. Собственно говоря, и большинство из вас, если это не первый, второй пункт, вы едете, в целом зайдем. Собственно, то, о чём вы говорили, лаквости. А эта лаквость, она создаётся внутренним состоянием. А внутреннее состояние, это просто очень хорошие люди, такие как Старо, такие как органитет, на самом деле реально интересуются, что вас происходит. просят вас что-то организовать или сделать. Спрашивают, как у вас дела, и этим людям правды, мне всё равно. Нет ощущения, что вам герой много, просто вот там, условно спросили, да? А вот, собственно, это про маркетинг. Блин, а я смотрю, это как бы, это всё. Давайте рассчитывать. А меня слышно, да? Нормально? Клёп, вот это вот то, что ты говорил, там было написано, там час клёпы, не важно про что, клёпа будет играть, там будет клёпо. Да. Я, кстати, очень боялась, но я уже стараюсь. Серьёзно? 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 Уже не все. Уже старовала. Это уважение или секс? Я обязательно очень боялась. Уважительно. Я очень боялась это всё. У меня Рубикон написал, и сказал, типа, вы тут решили делать час с разными людьми, которые что-то сделают, вот это прикольно, интересно. Я подписалась. Дальше смотрю расписание, расписание, это час клубы. Ну, больше не говори, час в коробке, час в плавке, час в плавке. Нет, короче, только донят уровень. Полтора часа. Ну, полтора часа, но там нормальное название. Ну, ты молодец, вы же пришли все. Слишком много о себе думают, корону надела. Вот это всё. Ладно, это про маркетинг, собственно говоря. Это то, что я хотела рассказать. Вот. Для моих пришедших у нас это... Хочется диалога, не хочется моего умилого трёпа. Вот. Поэтому мы разговариваем, но разговариваем о двух вещах. Ну, просто я буду на этом мероприятии получше. Мне их министром, который просто говорит о вещах, который умеет. Вот. Если будете вести диалог между друг другом, я хотя бы смогу вклиниться и сказать какое-то ответственное мнение. Я очень не люблю говорить мнение о том, чего я не понимаю, да? Вот. Поэтому мы сегодня говорим о маркетинге, о том, как собирать людей, неважно на что, на тысячи, некоторые день рождения, на концерт, и так далее. Вот. Это первое, что я умею, поэтому про это я могу что-нибудь прокомментировать. Вот. И второе, про что мы будем говорить, это... А что это у тебя такое вкусное? Пиво. Я просто пью жигуревское пиво с железного трона, и оно... Блин, хотите попробовать пиво полугодичным? Я не знаю. Собственно, я готова разговаривать про формируется, и я готова разговаривать про организацию людей. Вот. Вторая байка, собственно, в пользу организации людей, такая. Я безумно... Меня всегда спрашивают, ну как железный тронус? У меня вообще смешные чувства на эту тему сейчас не буду как раздевать, если я тебе спросить, расскажу. Вот. Но после железного трона я больше всего горжусь этим чем? с людьми, с которыми я работала. У меня внезап, после черноплавия у меня развалилась мастерская группа, хотя бы не слышали слухи всякие разные. Вот. И у меня как бы плохо все получилось. Вот. А после железного трона у меня остался тот человек, который в любой момент готов со мной работать. И который... У меня в первую в жизни была ситуация, когда ко мне игроки не подходили. Они подходили к региональщикам там, и так далее. У меня было два после игровых сбора, как бы они все пьясывали кашлы с собой, никто мне ничего не рассказывал не было. Очень обидно вообще-то. Я серьезно, я серьезно как бы. То есть, они сейчас там мастера, ну то есть, нет, не то, что мы просто все настолько плохо там, у них отличные истории, классные, но скажите мне, нет, они как бы между собой это делали. А меня с вами только, о! Я пришел, о, что скучаешь? Я говорю, вот, ну так вот. Все, фейнбейс просто игровой сбор такой. Вот. Так вот, игроков было не так много, которые пришли, там что-то сказали, плохо, хорошо, ну вообще, энергии поделились, да. Но при этом ко мне в целом подошел почти каждый мастер, и сказал, Маше спасибо, нам очень приятно с тобой работать. И это невероятный опыт, и очень круто. И я прям такой, ни хрена себе, оказывается, можно делать с людьми дела так, чтобы они постоянно не раздвигались, не выходили, и говорили, вот, кстати, все строится тоже, собственно говоря, только на третьем пути, потому что обсуждается, все строится на уважение, как и любви к людям. Вот, даешь, твою мать, автовый зал, все-таки по мне зря я смотрю, да? да, да. Можно ли все-таки короткий, я посмотрю, вот, я очень стесняю. Вот, собственно, может развернуться, чтобы нас не видеть. Вот, собственно, вот как-то так. Вот, поэтому, еще раз, да, я готова вам говорить про организацию людей, про то, как строить взаимоотношения союзники, как заставить людей что-то делать, то, что тебе хочется, зальвись своими знаниями, или про маркетинг, про то, как нужно сделать взаимоотношения. А, вопрос, как ты отсеиваешь людей? Вот ты, например, я делаю там игру «Железный дрон», мне нужны мастера, мне нужны региональщики, я к тебе перехожу, говорю, я вот хочу с тобой поработать, а ты такая смотрит, и говоришь, да ведь мы нам не подойдем, а ты со мной еручу, мне хочется не работать. Как? У меня самое главное правило, после некоторых событий, некоторого опыта, я не готова работать с людьми, которые помогают. Вы знаете, так бывает... То есть, чисто нравится, не нравится. Очень-то все. Вот так бывает, когда вы, вот видите, человек, он еще рот не открыл, он уже вам против. Бывает же правда, ну просто психотипа там нет, это не то, что он плохой, да, но просто вы как бы очевидно понимаете, что это человек, кто-то не в вашей, как-то, не в вашем полисе, условно. А вот, а вот, что он будет. А вот, мне кажется, это не то, что он плохой, а потому что, мне будет не то, что он, я буду нервничать, я буду думать, как я сижу там, в кримаре, что он скажет, я буду переживать, нахрен мне надо. и еще, если я, например, посмотрела на человека, ну, клевый такой человек, у вас, чем мне нравится, ну, белый, и говорит, да, да, я сделаю завтра, вот завтра точно сделаю, но сегодня, ну, завтра все будет. А что тогда? А теперь, собственно, сейчас, наше, наше, у меня большой опыт из лица, я огромное количество времени провожу с работой с людьми. К сожалению, люди профессиональные. Люди похожи. А у людей есть лиц, ну, типа шлица, который, как бы, предполагает некоторое количество качеств. Мне очень, ну, можно проэкспериментировать в кулуарах, как можно мне показать фотографии, я в целом думаю, что там, безошибочно, на 90% скажу по фотографии, что это за человек. Но это опыт. Сразу битья, гадалка такая. Я серьезно. Диагномик. Я мозгом не думаю эту федиагномику, но я просто знаю на уровне. Ну, вот смотри, вот этот человек в красном площаде. Что такое, короче, можно сказать? Он добрый. Я серьезно? Двадцатый кит. Добрый, добрый. Отчитаны, отчитаны. Скорее всего, с этим человеком я буду играть, ну, истинно ролевую игру, например, с этим человеком буду скорее играть в взаимодействии, чем в противопоставлении, потому что, ну, у него вот этот типаж, как бы, хорошего, доброго семьянина, доброго лубаких парня, как бы. Прости, пожалуйста. Ну, ты прям не сидишь. Ну, вот. Собственно говоря. Только меньше. Друзья, которые не родиваются. И тупо. Ну, если хотите разбираться с людьми, и знать, каких людей звать, каких нет, просто общайтесь с максимально большим количеством людей. Все. Ответ очень простой. Можно пойти другим путем. Еще раз напоминаю. Берем сексуальную Машу, которая в этом разбирается, или не сексуальную Мася, да, какого угодно. И просто делегируете эту задачу. Если вы понимаете, что вы не умеете разбираться с людьми, и не знаете, как их сподвигать, как с ними разговаривать, так далее, возьмите там замглазмастера, зам по день рождению, зам по группе, кого-то, не важно, что вы делаете. Еще раз, да? Вам не обязательно это все осмыслить. Если вы не умеете, не надо пытаться. Кстати, да, очень важно в каком-то возрасте, в среднем возрасте 34, вот к этому возрасту, точно-очень важно понять, в чем вы хороши. Я вот искренне считаю, что нужно очень сильно кричать на те навыки, в которых вы хороши, а те навыки, в которых вы не хороши, надо просто смириться, как бы издвигать. Ну, серьезно, зачем тратить время? Мне 10 лет говорят, вы привезки вы. Ну, бля, мне вы привезли уже, наверное. Нет, я стараюсь, конечно, но бессмысленно. Я об этом 35 раз напоминаю. Но мне надо делать то, что вы как-то не умеете. Я хорошо про Кристина. Про Кристина тоже опыт интересный. А вот, собственно, это пора собирать людей. И второй вопрос был про... Ну, вот люди хорошие собирались, но они это не делали. Кормят, как завтрак они. Значит, мотивация. Есть куча книг по мотивации. Как вы думаете, что может смотивировать человека? Варианты ответа. Эй! Мозг! 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 Друзья! Секс! Предположенное! Секс с друзьями! Одно тут уже поле счастье! Что значит с друзьями? Это важно. Что значит с друзьями? Ну, я друг, я не могу подвести человека. Не можешь подвести. Друзья, на самом деле. Это про казаться, это даже про ответственность, это про казаться. Если меня друг берет в свою мастерскую руку, то он на меня рассчитывает. Я не могу своего друга подвести. Именно дружба. Именно так дружба на мастерскую. Другу я принесу. Другу я скажу, что я не могу. Я не могу. Опять же, тут я обратно открою, чтобы он поймет, что я не могу. Держание станции. Это не то, что не работает, это работает очень редко. Потому что чаще всего ты понимаешь, что ты делаешь то, что не хочешь, но другу пообещал. У тебя снижается мотивация, у тебя снижается желание, у тебя снижается энергия. И в конечном итоге ты либо на очень большую силу воли, с очень большим другом собратой делаешь, либо в какой-то момент придумываешь сверх бабушки, кошки и прочего не поедет на эту ролевую игру, потому что я не могу. Не обещай то, что тебе не интересно. Нет, мы сейчас про мотивацию еще раз. Эта штука... По каких случаях с другого это работает? Эта работа, это когда тебе интересно. Ну тебе интересно делать? Тогда у тебя глаза... Да. Вот от чего глаза... От чего у вас нравится глаза? Глаза от чего это глаза? Главное, это дать человеку работу, которая ему интересна. Честно. Честно. Дьяволь. Так еще раз. Про мотивацию. Тебе нравится, как они делают. Нет, это не твою мотивацию, а это про мотивацию мастера. Мастер тебя замотивирует. Ты не стой странный. Знать сильные, слабые стороны людей, с которыми ты собираешься работать. Босс, смотри, он хороший рек, да? Но он не хочет легендарить. Ну вот хочет он заняться обмечать. Ну вот охренительный рек, вот что ты ему скажешь сделать? Дать отключатку. Если он хочет, если у него горят глаза, заниматься обмечать... А я сам в этом жизни чей не делал, но очень-очень. А все когда не начиняют первую очередь. Ну вот такой рек, что от него все на любое движение просто кипитком. Обязательно. Пускай он не умеет пилить и ничего не хочет. Дать отключатку. Обязательно дать. Не ставь ему главным. Не надо главным, конечно. Не ставь ему главным, а просто дать ему то, чем он хочет заниматься. И это все равно точно. Как еще можно сматерировать человека? Почему человек что-то делает? А ролевая... Интересно, не бывает. Вот, блядь, у меня на железном троне 150 мастеров. Это люди работают бесплатно, все. Еще и деньги заплатили за дорогу, за поговорить, за встретиться. Вот что ты с ними съела? Возможно, ты ничего не хочешь, чтобы потом не дать. Ты обещала и себя? Сейчас я отвечу. Сейчас я отвечу. Пункт первая тебя не хотят. Я говорю, пункт первая, когда она отразкает. Знаете, есть проблема, когда у вас есть 10 сексуально желающих фольнеров, и начинают ставиться между собой, у них начинается война. Я тут не шучу. Мы сегодня цинично очень разговариваем. Если работать по этой схеме, это очень рабочая схема. Очень рабочая схема. Но начинается проблема ровно на то, когда им у тебя стоят в голову, ты сам уже не можешь выбрать. Либо они начинают соревноваться. Лучше так не делать. То есть в вопросе собрать 10 человек на день рождения, чтобы было больше людей на концерт, можно. В вопросе организации игры делать так нельзя. Маш, Маш, а можно, пользуясь этим первым пунктом, делать дистанцию? На фольне секса, я считаю, организовать ничего нельзя было. Вот собирать, да, вот как мы говорили в прошлый раз. То есть такое разовое мероприятие, но не то, которое планирует действие. Звать к участникам можно, но нужно, и это работает. Звать в команду на вот этом взаимоотношении ни в коем случае нельзя. Ладно, что ты сделала с этими людьми, что они работали еще и бесплатно? 150 человек? Мы пытаемся вместе это решить. Если я вам сейчас ружью и просто положу не забудете, вы их не будете. Я все точно знаю, но просто, ну поймите, если вам сейчас начну отвечать просто и в рот класть, а вы выйдете отсюда, и у вас ничего не будет работать. Они хотели плюс один к славе. Плюс один к славе, кстати, охрененная мотивация. У меня очень много было мастеров из разных городов, и они с большим оменьем старались поучаствовать в большом международном проекте, потому что для них это было очень важно. Вот именно это было. Это прям как... Я был мастером у клёпа. Я был мастером у клёпа. Вы сделали на своих международных? Они... Причем у них как бы... Ну то есть они как бы... Я у мастера у клёпа, они как бы стесняются так говорить, либо он уже клёв, вот это вот всё. Вот. Но для них это гораздо круто, а я вот побывал вот там в машинах. Просто если рассматривать организацию ролевой игры как волонтёрский проект, то тогда намного с ней становится мотивация. То есть люди, как правило, которые едут куда-то волонтёрами, там участвуют в каких-то программах, они хотят общаться с другими людьми, занимаясь какой-то деятельностью. И, соответственно, через это учиться чему-то новому. То есть здесь не совсем, да. Ты мне сказала страшную вещь, потому что вот эта вот конкуренция с баром, там, с условной поездкой в Турцию, она реально очень многих людей вышибает с игрок. Потому что мотивации не хватает. Более того, когда вам игрок пишет, что у него кошка умерла или бабушка, не верьте. Знаете, это о чём? О том, что вы им не дали либо секса, либо дружку, либо уважение. Он не едет, потому что ему скучно. Я не еду на Рубикон, потому что Асавр мне в очередной десятый раз мне написал и сказал, эй, коза, давай. Ну, как бы я серьёзно. С уважением. С уважением. Да. Я обратился к тебе коза с уважением. Уважаемая. Уважаемая коза. Уважаемая коза. Да, ты почувствовала упражнение. Да. Прям сам полно. Вранился ко мне. Нет, не так. Это новые связи. Человеку интересно это делать, но он не может делать, потому что он готов это делать и ещё два человека. Нет. На пример. Ради этого он не поедет. То есть это как бы классный бонус, но от него сбрасывает. Ну и волонтёрство, мне кажется, вообще. Волонтёрство, это отделение школы. Да. Я думаю, что каждый человек в жизни хочет сделать результат от своей деятельности. Получить конечный продукт, которому он будет гордиться. Это вот плюс один слайд. Нет. Не только. Тебя могут не признать, но ты будешь кайфовать от того, что ты сделал что-то. Да. Это уже зависит от психотипа. Когда у тебя вот именно дают тебе задачу, и тебя не тюкают, как ты её должен делать, и вот дают тебе ответственность за неё, и ты весь этой ответственностью распираешь, что тебе дали возможность сейчас сделать и где-то делать. А если тебя ещё и не особо проверяют. Не проверяют, да. То есть ты за эту причину я тебе доверяю. Ну это как бы уважение. Да. Уважение. Уважение. У нас поговорили о ощущения достижения. А насколько человек это сгорает, когда он сплошил на себя просто непосильную ношу? То есть он взял, возьмём такой пример, я аналитик и не потянул. Не смог. Ну знаете, финансово сохранение. Ты же не хочешь умереть. Ты каждый год скажешь, я не тяну. Ты дам. Скажешь, дайте мне второго человека. Третий. Вот как я люблю. И признаешь себя. Себя в своих глазах. Вот это теория. Признаешь себя в своих глазах и слабо. Простите, я перебью. На моей истории я обожаю такие люди. Не все. Когда ко мне так приходят, я думаю, как носить. Но они один из пятидесяти. Серьёзно. Один из пятидесяти. Все остальные сорок девять скажут. Я тяну. Я тяну. Ты недостаточно клёвая клёпа. Я не хочу. Ты, блядь, вот сделала вот так вот почему-то вот так вот плохо. И поэтому я ухожу. Они придумают тысячи вариантов. Либо чтобы уколоть тебя. Чтобы им не так было больно, и обидно, и стыдно. Либо у них бабушка, кошка, хуёшка, блядь, вот так далее. Вот реально. Один из пятидесяти приходит и честно говорит, не смогла. А у нас-то случай, да? Корону ходить. Корону ходить. Я татая Алинуфра исполняю про лошадь. Не смогла и не смогла. Да. У меня, во-первых, есть сфера ролевой деятельности. Вообще где-то есть. Допустим, если я ролевикой часто езжу. Я не люблю на Сталин представить. То я начинаю прям пытаться организовывать что-то. А то вот у меня появилось, и я думаю, у многих людей. То есть ты не можешь где-то проявить себя уже как боец, да? Раньше ты был торговым кольцом. Все знают, любят рожьи. Ты пытаешься уйти в организацию. Ой, это ужасная история. Это прямо такая ужасная история. Потому что она, если она так, как ты говоришь, в реальности, с этим можно работать. Но чаще всего, в этих условиях, человек пытается уйти туда, от чего он вообще не может. То есть... Я там ужасная шибулевская железная труда. Дай сюда! Это не круто, а куба! За все тебе ужасно. Вот, подошли к самому главу. Великолепную тему ситуации. Подошли к самому главу. Итак, я вас возвращаю. Вопрос был в чем? Как смотивировать человека? Как смотивировать, но вроде разобрали. На самом деле, вариантов не очень много. Вариант номер один. Дать ему то, что он хочет. Вариант номер два. Давать ему внимание. Не важно, как мы это сейчас назовем. Секс, внимание, уважение и так далее. Но, короче, он только пришел на работу, на свою деятельность, условно говоря. И в этот момент получалось все то, что мы не хватали. Его недолюбили в детстве. Много любви и внимания куча. Он там очень любит сладости. Мы не давали ему там много конфеток. Понятно, да? Я сейчас утрирую. Ну, смысл, понятия. Просто давать человеку то, что он прям вот очень-очень ему нравится. И, собственно, плюс один сладость. То есть, это история про «Я смог». Вот, смотрите, друзья из Самары. У меня много самарских мастеров. Я охуенно. Я там был. И я был один из профильных мастеров. И, извините, отвлекусь. У меня был координатор по научным правилам и железно-правильным. Он лучший друг. Но, как случается иногда с моими лучшими друзьями, они тоже, ну, ладно. Он поломался. А под ним было пять мастеров из Самары. С которыми, знаете, как я общалась? Я с ними один раз во всех поздоровалась. И смешала дружку. И всё. То есть, это было сделано ровно для того, чтобы я сказала… Ну, я вам расскажу. Потому что я люблю работать с людьми, которых я не люблю. Ну, которые мне не нравятся, да? Я с ними пообщалась. Они мне понравились. Я сказала, да, окей. И всё. Их по именам не помню. Два месяца до игры – правил нет. Месяц до игры – правил нет. И вот он наконец-то, как бы, под моим очень большим давлением и напором уходит. Ну, я понимаю, что у меня месяц до железного утра, но у меня нет правил науки – окончательных правил. На медицине – окончательных правил. Ну, то есть, там вот, наука, медицина они делали и… Вот сейчас, за месяц, мне нужно найти дебилов, которые захотят внезапно… За месяц это сделают? Нет, ну, какие-то там черновики даже правила выкладываются. Ну, вы же знаете, как это в мастерской группе происходит обычно? Не важно, что они там выкладывают за полгода, а прочитывают. В голове может 35 раз. Правила надо читать за месяц. Да. Правила надо читать тогда, когда едешь на игру. Правила надо читать после игру. Это самые автоплённые правила. Я такая, короче, экстренная, он мне это пишет наконец-то, и я экстренно собираюсь с этими людьми, которых я не видела ни разу. Ребята, они за две недели всё сделали. Они такие, говорят, ну, они мне написали письмо ещё. Ну, за день-то он был сидел, и они мне писали письмо. Маша, нам нам очень стыдно, мы очень стараемся, но он как бы плохо работает, неважно, как бла-бла-бла-бла-бла. Мы всё это время не писали, потому что там было неудобно весь через голову. Ну… Вот. Но вообще мы считаем, что у нас на 90% всё готово. Если бы на сквозь кто-нибудь отредактировал и принял бы нашу работу, был бы им плохо, он готов, пожалуйста, но убери. На следующий день я ему звоню, он, собственно, отказывается, и я буду отказываться с вот этими вот людьми, которых я никогда не знаю. Ребята, это лучшие мастера мои, профессионалы за всю историю жизни. Серьёзно. Они сделали за две недели то, что не делал никто. Они действительно показали 90% правил. Я из них 40% вычеркнула, потому что они были, ну, навеяны как-то. Ну, в общем, неважно. Они были так неправильными. Это, крайне мере, они были. Вот. Они исправили, переделали и написали за две недели всё. Мастер по медицине обработал 200 игроков. Одна. Со всеми трактатами, хуяхтами и личными переписками. И это всё про мотивацию к славе. Эти люди, он говорит, нас в Самаре не поймут, если, как бы, мы, ну, там, типа, образовывались. Мы, ну, как бы, чёткие. Не попозавцы. Не попозавцы. А они были... Это команда была, да. Да, внутри команды. Маша, ты сказала, вычеркнул 40%. А вот тоже такой близкий вопрос. А как сделать уже смотивированных людей, которые тебе делают? Вот, когда ты вычеркиваешь 40%, это нормально. Без обид. Не вот такая проблема. Без обид. Люди обижаются, говорят, оп, я вижу, это лучше. Я не очень умею это делать. То есть, у меня лучшие друзья, мы тоже не знаем, у меня с людьми. Вот. Я, когда честно-чего помню, сейчас у нас периодически на меня работают. Я не умею этого делать, но правда такая, что только правду говорить. Ну, то есть, нельзя... Вы поймите, ну, как бы, вы не бог, не царь, там, никогда. Вы не имеете права человеку сказать, так не будет, потому что я начальник. Как только вы это скажете, у вас появятся мировые войны и так далее. Ну, мне вам человеку нужно очень уважительно. Сейчас, подождите. Я пытаюсь с точки расставить, чтобы у вас будет какой-то разновленно цельный. Отвечаю на вопрос. Очень уважительно объяснить почему ты считаешь, что это мировое. Все. Все. Если твоего статуса хватает для человека, он соглашается. Твоего статуса, ну, в его глазах. Если не хватает, то он идет скорее всего. Но, как бы, тут вопрос, как бы, что вам важнее, тот человек, который останется, или... К сожалению, к этому надо относиться так. Еще раз, да, про мотивацию проговорили? Про вот эту всю историю проговорили. Да. Я что хотела сказать? Я хотела сказать, что... Возвращаясь. Вы с вами назвали некоторое количество мотиваций. Так вот. Мотивация – это не волшебная палочка. Вторая история нашей ситуации, в общем, в том, что, когда вы делаете что-то, и даже вы все по учебнику смотивировали человека, очень можно так статься, что он очень хотела-хочел, взяла-хочи и проснул. Вот. Я, кстати, об этом хотела спросить. Я, собственно, возвращаюсь к твоему вопросу. Как сделать так, чтобы этого не было? Вот. Еще раз. Смотивировать человека – это не одно и то же, что он сделает. Вот, да. Что и делает. А может быть, он и сделает даже. Если вы хорошо смотивировали, он точно и сделает. Но он сделает ровно на уровне своего левела. Да. Если он первого левела по ХЧ и десятого левела по магии, вы его заставите делать за ХЧ. Он выделал на первом левеле ХЧ. И не надо вообще говорить на то, что он супер скотивирует. Да. Более того. Что это ему пыталось? Именно так. А что делать? Ну, для этого, по-моему, есть блокмастер, который... Да, да, да. Это хорошо. У вас, да, 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 да. А как определить? Может быть, или нет? Да. Ну, по 5-3. Как определить, может, человек или нет? Старайся. А что делать? А он максимум может на 1-й. 5-й, на 10-й. Давайте, ребята, есть. Как определить человек? Может быть, или нет? Значит, ответим на команду. Опыта того не делал. То есть первым? Ну, ладно. Тело не делал. Ну, конечно. Ну, Семен, как вы это выясните, да? Ну, если нет опыта... Ну, если нет опыта, то... В виде не было опыта со стойки тех патологов. Да, 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 да. Давайте от примера. Ну, да. Все-таки, да, развивать? Вот человек правильно сказал. Нужно выяснить какой-нибудь опыт. Как это сделать? Сарафанное радио. Сарафанное радио, отлично. Как работает сарафанное радио и как им правильно пользоваться? Это прям больная тема общего друзей. Отлично. Есть прекрасная книжка, называется, как она называется, «Человек-опухи Вавилона». Когда он учен, собственно, Диега, вот, и тут прекрасный прекрасный подкир приходит к геологу, спрашивает про деньги. Вот ему дает совет, он им в гору вкусу. И у меня запах попадает на бешеные миллионы просто потому, что специально не удовольствие. Ага. Хорошо. А вот вдруг у человека просто, на самом деле, какой-то может быть талант просто. Просто талант. Талант тоже с нуля не берет, что-то не бывает. То есть это талант, тебе нужно время, да? Понять. Человек не знает, что он может, там, магию или вот эти. О! Класс! Обожаю. Молодец. Как понять, что человек может? Как я сказал, у нас есть общество. Лёв, вы говорили еще о том, что он хочет. Мы даем... Так, стоп. Про мотивацию мы закончили. Мы все поняли, как его мотивирует и так далее. Мы одной из другого не вытекаем. Нет, не вытекаем. Мы сейчас пытаемся. Вот мы смотивировали человека, а он уже горит. Как его заставить делать то, что он делает? Ну, то, что он делал, правильно. Как его, как... Ну, то есть не так. Даже не так. Когда дать ему работу, да? Когда дать ему работу, он которого потянет. Не важно, что он при этом бросил. Он спросит всего, что он попал. Ну, вот. Хороший и как? Да, и не может спросить. У меня за него написали правила ПВА. Я хочу работать только с охлечей. Я отдельный, как и черт. Как понять, что он вообще-то может? Ну, разбивать задачи. Посмотреть по его... По его... По его... Давайте... Давайте... Давайте вверху спросить. Это лучший инструмент про спросить. Как спросить? Кого спросить? Давайте еще раз спросить. Его самого. Его самого еще раз он сам себе врет. Да, он может... Ну, серьезно как бы. Ну, когда сейчас уже... Да! 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 Это самое. Пить баг. Да мы каждому по кровати построим. Это все. Это же из этой истории. Мы спрашиваем, ну, если он мастерил от КЧА. Возможно. Если он знает... Мы спрашиваем кого, да. Не надо его спрашивать. Не надо с ним разговаривать. Вот, кстати, да. Я же говорю. Не надо разговаривать с человеком. Человек мастерил там еще пару игр. Он вам искренне может сказать все, что угодно. Но чаще всего врет сам себе. Я тоже могу сказать, что я сейчас охуенно выду, блядь, я не знаю, модельку сработал. Да нет, уже как бы старовато. Как бы, ну как... Человек... Задачи продавлю вас. А? Одну, вторую, следующую. Это все понятно. Нет, как выяснить, сможет или не сможет, но начальная батарька пока не дает. Смотрим, на каких он играет. Смотрим, на каких он играет. Это делал. Нет, в смысле, ой, я хочу, похочена, там, третью программу, пятую лодочную мастеру, похочу, возьми в помощь. Это все понятно. Это удобно, если у вас много кадров, их обычно нет. И как бы, ну, можете разбрасываться людьми в формат, там, хочешь поделать, ну, делай как. У меня же вообще вопрос. Нет проблем решения. Если к этим уже занимался, просто элементарно, что у тебя так руку... Еще раз. Как спросить про человека? Возвращаю. Человек ответил очень правильно ответ. Правильно ответ такой. Спросить про человека. У кого, спросите, как. Еще раз спрашиваю. Как сделать? Так, как? Какие друзья вы будете спрашивать? Вот в чем главное. Его команда. Таким друзьям, которые мы уже делали аналогично. Тех, кто с ним работал уже. Вот так. Тех, кто с ним работал уже. Ну, вот я приду к тебе. Я знаю, что ты работала с конкретными людьми. Это, кто с ним работал. Ахачиев у тебя занимался. Это я геналил. Ферментирую маш. Ахачиев. Как вообще люди... Нормально свое? Почему ты придешь ко мне? Кроме того, что они работают? Как тебе, как другу. Как коллеги. Он прям пипец. Короче, ребята. В чем проблема? Вот эта штука самая работающая. Но она моментально гасится, если вы идете к другу или к непроверенному человеку. То есть, например, если мне нужно узнать про тебя, у меня как бы мало знакомых общих. Но я могу прийти к стату, выступать стату. Я хочу вот сделать игру. Я хочу, чтобы у меня в команде была клёпа. Расскажи, что она вот может делать? На что я хочу поделать? Ну, значит, Ставка мне не друг, в общем. Ставка хочет хорошие приятели, но он не друг. Он может сказать, что... Она может тебе собрать людей, или она может взять то-то-то. Я скажу, что классно. Она мне хочет взять манью, а не собирать людей. Ничего не делать. Всё, вот. Так почему ты придешь к Ставку? А, мне важно, что он не подойдет. И он знает многих людей, он знает тебя. Ваш авторитет хуйня, будем честны. И большинство авторитетов в их сообществах создан на... Ну, я не знаю. Он не делает. Мне нравится, что он делает. Да, да, да. Я еще раз подчеркну. Очень часто авторитет, вот прям... Я говорю, совсем очень часто. А авторитет человека. Он создан, например, Декста, невероятнейший... Невероятнейший математик и невероятнейшая счетная машина. И как бы там... Как бы мы его там всячески не знали за его поступки. Невероятнейший математик. Он очень крутой. Вот именно, как это сказать, программированный... Он мозг крутой. Он реализатор хуйня. Почему он хуйня реализатор? Он не хуйня, у него хороший реализатор. Почему? Василис смог организовать тысячи. Блядь, у него все работало, блядь, в разные места. Объемы Декстра. Меня вот этот вопрос очень интересует, если честно. Это вопрос, собственно говоря, о авторитете и прочем. А потом с тобой поговорим. Вот. А почему? А у меня с точки зрения организации мало не могу сказать. Вы там большинство людей-то на этом ведьмаки были. Так вот, ребята. Так дело не в атомных бомбах. Не в хуйняных правилах. И даже, блядь, не в Декстере. Декстер, Заяк, Сонышко, у него очень светлые крутые мозги. Там дело в административной организации. Потому что ты, блядь, должен знать, что делает твоя каждая пятка. Ну, серьезно. Проблема в том, чтобы вам пальцем взлетал в облаках. В этом наши права. Я не просто член мальчерской группы. Там действительно было все правильно организовано. А как происходило? Там все позвали друзей. То есть, давай попустишь, давай попустишь, давай попустишь. Вот, все такие, пришли попустишь. А что делать не по мне, а друзей плохо. Так вот, так все-таки, пять минут. К кому все-таки надо идти? Идти к кому спрашивать. Вы пойдете к друзьям. Вам что-то там говорят. Классный, вот, тысячник сделал. Хорошая администрация. А чей-то ответ один запиареному человеку. Хуйня это все. Не слушайте вы пиар. Не слушайте вы, что вам говорят. Опирайтесь на свои собственные чувства. Человек, кто-то доверяет на нас. Все очень просто. Надо ориентироваться только на те вещи, которые вы точно знаете. То есть, например, мы с тобой работали. Я знаю, что ты свое слово держишь. Или я знаю, что ты не склонен... Я знаю, что ты не склонен, там, преувеличивать, как бы, людей. Это, если вы уже работали, а если нет. Так ты же спрашиваешь. Кого хожу я? Я хожу к Йорлу. Потому что этот человек всегда очень безливо и гармонично говорит правду. Он никогда не говорит, как я. Он всегда говорит очень деликатно. Но он всегда говорит так. Говорит, Маш, ты знаешь, я вот с этим человеком встречалась не очень много раз. Но вот несколько раз, которые были, были такие. В первый раз он брал денег, чтобы уехать, как бы, с полигона. Потому что денег не было. И просил у всех, как бы, на полигоне тех, кто остался. Наверное, это не очень хорошие качества для охочешников. Ну, то есть, я иду к Йорлу всегда. Хорошо, а если он мастер по магии. Допустим, я охочешник. Мастер по магии. А вот деньги. Что это значит? Он плохой мастер по магии? Маша, Маша, почему ты идешь к Йорлу? Вот это ключевой вопрос. Черт, я иду к Йорлу. Почему к Йорлу? Потому что человек способен очень деликатно и четко расставить приоритеты и объяснить, ну, в своей системе космоса. Аргументируй свои слова. Маша, откуда ты это знаешь? Я... То есть, первичный посыл. Почему нужно идти к этому человеку? Вот это непонятно. Нет, без личных посылок, конечно же, знакомство. То есть, я где-то играла. Где-то пусила там и так далее. Я обязательно как бы... Об этом очень бывает. Но даже... Был прекрасный след. Вот если мне нужно было руководить по какому-нибудь из Воронежа, я бы пришла к конкретному человеку узнать, как бы, про воронежского человека, там, у конкретного Васи. Еще раз скажу, что не стоит смотреть на медийные истории, не стоит смотреть, нужно смотреть на свои ощущения. И нужно смотреть на то, как, собственно говоря, научить. То есть, если вы хотите найти правду, то правда нужна от человека не друга, от человека мыслящего и делающего дела. Если это доллар, ну, я сейчас смотрю, если это доллар, у меня вот миллиардер, у которого много бизнесов, и которые, ну, как-то вертится в системе координат, выбрать людей и найти там хорошего человека, этот человек, скорее всего, вам верно скажет. Если это под заборным Вася, который друг лепший, там, а вы с ним просто только лепший, уже под забором вас бухали, не надо спрашивать. Ну, только если, ну, если вы знаете, что Вася супер разбиратель в машинах, он может починить любой мотор. Тогда спрашивайте про моторы. Не спрашивайте про моторы у человека, который не понимает. Понятно? Да? То есть, как мы... И не надо спрашивать у них. Люди, в людях разбираются очень плохо. Правда. В большинстве людей мы не понимаем. На нас часто влияет. Кто как подмигнул, как улыбнулся, там, у нас как по своей, там, зажатости и так далее. На нас очень часто вот это всё влияет. Не надо на это ориентироваться. Ориентируйтесь, пожалуйста, только на конкретные дела. Вы знаете, что он бизнесмен и разбирается в людях с просеки у него. Потому что он знаком. Вы знаете, что этот человек... И да. Даже если вы этого человека не знаете, это вот правило HR, оно работает везде. И этим пользуюсь всегда. Вам нужно узнать про человека. Найдите того человека, который про него знает. И даже если вы его не узнаете, как только вы придёте и скажете Здравствуй, Вася. У меня к тебе очень большая просьба. Я вот не работала с человеком, но вот мне надо вот с ним поработать. Скажи вам, пожалуйста, что-то о нем думаешь. Как вы думаете, что будет человек тогда отвечать? Да у него хвост вот так вот тут же пушится, и он тут же радостью ему поможет. Своим это работает без отказа. Вот. Всегда оценивайте. Я прямо одна минута. Всегда оценивайте, пожалуйста. Короче, ещё раз. Вот тут тоже вопрос. Да, конечно, человек может. Спросить. У нас время в сюжете. Спросить. Можно дать испытать, если есть на это время. Или дать помощникам. Не надо ставить человека, который долго пытается, на что-то главное. Только если вы не понимаете, что он великий комбинатор, и точно справится. Я вот тот человек, который всегда дает первому опыту. У меня всегда первые мастера при экономике, первые мастера по тому по всему. Вот. Но тогда вам нужно понимать, что человек работает в Москве. Ставьте свой человек. И спрашивайте, пожалуйста. Если человек, он так скажет? Хорошо. Лёха, как выбрать человека? Скажет, но по чуть-чуть. Еще раз. Еще раз. Как найти человека, у которого спросить? Хорошо. Ты подошла к Йону. Ты подошла к Йону, спросила там, хороший человек или нет? И он говорит, я его нигде не видел. Я с ним не пересекался. Отлично. Ищем общих друзей ВКонтакте. Вот. Пожалуйста. Дальше находим в среде них что-нибудь, что мы слышали, допустим, и ничего не слышали. Тогда мы идем спрашивать за друзей, при чемпорядка. Мы ищем человека, который будет сделать в этой области. Нам нужно мнение профессионала, которые знают в этой области. Если мы ищем, мы пытаемся понять. То есть мы ищем общего компания. То есть мы ищем общего компания. То есть мы ищем участников профессионального учебника. Танцев. Спасибо большое всем. Спасибо!